Итоги прошедшей недели подведены в администрации. О них доложили руководители управления ведомств Люберецкого округа. Работа оперативных служб в Крещении стала основной темой совещания. Кроме усиленного варианта несения службы в Крещенскую ночь, сотрудники полиции решали и рядовые задачи. Так, на минувшей неделе от жителей в правоохранительные органы поступило 2000 обращений, 46 из которых послужили поводом для возбуждения уголовных дел. На Крещенских купаниях за безопасностью следили и 6000 сотрудников МЧС. Люберецким огнеборцам предстояла непростая семидневка. У нас осуществили 34 выезда по сигналу тревоги, участие в ликвидации 13 пожаров, 6 из которых произошли на территории городского округа Люберца. Два пожара произошли в частном жилом секторе, два в жилых квартирах, один в бытовке строительной и один на автомобильном транспорте. В Люберцах продолжается обновление отслуживших свой срок лифтов. В рамках капитального ремонта МКД заменили 78 из 130 подъемников. Еще 17 лифтов на очереди. Правда, в работе системы ЖКХ на прошедшую неделю не обошлось без сбоев. Произошло одно аварийное отключение на трассе холодного водоснабжения в поселке Томилино, улица Гаршина, дом 1. Произошло повреждение водопровода компании ООО «Энергия ООМ». В ходе работы упала бетонная плита на колодец холодного водоснабжения. Благодаря оперативной работе Люберецкого водоканала все аварийно-восстановительные работы были проведены в регламентные сроки. 15 января в Люберцах стартовала экологическая акция «Подари своей елке вторую жизнь». За время проведения в пять специальных пунктов сбора люберчане принесли 16 кубометров хвойных деревьев. В дальнейшем собранные елки отправят на переработку. До новых встреч! До новых встреч!